здравствуйте дорогие друзья я красовский сергей подростковый психолог решил разразиться очередной весьма забавный на мой взгляд рекомендации и обратить ваше внимание уважаемые родители вот на что как я уже сказал в названии есть две существенные проблемы которые мешают нашим детям экологично развиваться то есть развиваться без скандалов без слез так сказать без проблем без давления внешнего ну и внутреннего тоже и так проблема номер один начать и проблема номер два закончить наверное сейчас кто-то смотрит меня и думать но все красовский поехал хочу пояснить всегда сложно начать что-то делать например делать уроки или там делать уборку по одной простой причине потому что кажется что это какой-то огромный там объем и погружаться во все это очень не хочется потому что присутствует некая нехватка энергии из-за того что наши дети перегружены информацией я об этом уже неоднократно говорил и погружаться сейчас в это не хочу что же делать когда ребенку крайне сложно начать какое-то домашнее дело или какую-то свою школьную обязанность еще раз говорю что мозг у нас такое что очень любит оптимизировать наши поступки естественно тут же как только начинаешь там думать вот пора бы разгрести вот эту кучу ну например нам про кучу на балконе я говорю тут же начинаешь себе накручивать целое целое огромное количество дел которые необходимо будет сделать на самом деле лиха беда начала мы с вами знаем эту прекрасную поговорку и в ней собственно говоря весь смысл то есть не оценивать объем просто начать делать при этом очень хорошо для людей у которых есть внутренняя дисциплина периодически представлять себе конечный результат то есть поймать состояние как я буду себя чувствовать когда я уже сделаю уроки и потянулась все у меня отлично настроение классно я справился со своими необходимыми домашними делами то есть поймать вот это состояние и в этом состоянии начать что-то делать не оценивая объем не оценивая не сделанный объем не объем который остался то есть просто делать сосредотачиваясь на моменте здесь и сейчас ну и если все-таки получится представлять себе конечный результат то действия будут вдвойне эффективными и значительно более быстрее нужное дело будет сделать теперь касается второй проблемы что же делать чтобы остановиться например остановиться от игры компьютерной вот ребенок погрузился в виртуальную реальность нужно сделать стоп чтобы потом продолжить делать уроки но очень часто наши дети залипают в этой виртуальной реальности им крайне сложно оторваться потому что там постоянно что-то происходит и кажется вот сейчас вот я доделаю вот вот это и сразу начну делать уроки но нет этого не происходит потому что после вот этой вот вот этой начинается новая вот это и теперь надо доделать вот эту вот эту для того чтобы потом опять взяться за домашнее задание и наши дети таким образом попадают в этот вот круг из которого мы взрослые вырываем их с помощью агрессии рекомендация здесь очень простая ставить нужно будильник но вот мы же осознанно подходим к тому что мы спим и поэтому не контролируем себя для того чтобы встать вовремя нам нужен будильник соответственно это примерно та же самая история когда молодой человек погружается в какую-то виртуальную реальность либо молодой человек начинает там загуливаться с друзьями и никак не может с ними расстаться все что нужно это поставить будильник может быть кто то сейчас скажет научить ребенка жить по звонку до школах же наши дети живут по звонку и ничего нормально все у них получается они погружаются в уроке погружаются в изучении какого-то предмета а зазвенел звонок все звонок для учителя пора заканчивать уроком детям пора бежать я думаю что вот эти две простые рекомендации если вы просто сосредоточьтесь на вот этих вот двух но условно понятное дело проблемах это больше задачи чем проблем и обратите внимание вашего ребенка что нужно научиться начинать и научиться заканчивать и если все это происходит вовремя то любая деятельность она становится наиболее эффективной полезной и созидательной дорогие мои уважаемые родители обращаю ваше внимание что четвертая четверть заканчивается и я понимаю что возможно не все получается так хорошо как хотелось бы если вы видите что вашему ребенку нужна помощь если увидите что вы не можете достучаться если у вас проблемы с теми же самыми гаджетами с постоянным зависанием виртуальной реальности если вы видите что крайне сложно замотивировать ребенка посещать какие-то секции даже если вы просто хотели бы в вашем ребенке развить лидерские качества то есть повысить его умение выживать в современном нестабильном мире то обязательно запишитесь на бесплатную консультацию вы однозначно получите полезную информацию которая ответит вам на самый главный вопрос а как не вырастить счастливого и самодостаточного человека современной россии большое спасибо за внимание всем желаю счастья и здоровья увидимся пока